Музыка Ну Алматы это конечно мой город и моей мамы и моего деда я даже помню улицу на которой родился это крепостная 10 вот такой дом был, могло крепости той крепости которую описал еще Фурманов мятеже в своем ну что тогда город был вот сейчас уже город чуть-чуть похож на тот тихий, зеленый всегда голубым небом чистым воздухом поразительно это самый красивый самый живой природно живой город в Советском Союзе был тогда потому что такой вот панорамы гор обязательно снимите панораму нашу вот которую я каждое утро наблюдаю со своего восьмого этажа такой панорамы нет ни в Тбилиси ни в Баку ни в Ереване нигде в этих горных краях а в Алмате есть и вот этим мы наслаждаемся уже всю жизнь по-настоящему и город наш был в советское время экологическая емкость его была предельная экологическая емкость 700 тысяч жителей сейчас уже несколько раз больше конечно но вот вот эти месяцы которые называются карантином город обретает какую-то ту пустынность которая присуща ему была всегда в моем детстве и даже в юности если этот карантин пройдет но этот опыт останется если карантин не нанесет какого-то непоправимого ущерба городу и стране то вот этот опыт обязательно нужно использовать еще то что мы вспомнили что в этом городе может быть абсолютно чистый воздух насыщенный кислородом что может быть тишина когда нужно спокойствие и здоровье слава богу город сейчас здоров самый здоровый город из всех охваченных карантином в мире вот так скажем и это надо и поддерживать и гордиться потому что алмаатинцы сами по природе здоровые люди народ наш который здесь живет здоровый ну это город был город моего детства то есть это были счастливые времена для меня безусловно голодные но счастливые потому что я бегал от всей семьи там дед и бабушка тетя кто-то были мама была в Караганде и карточки вручали мне и я в 6 утра стоял в очереди за хлебом мне доверяли карточку весь набор этот мы дожидались очереди получали этот хлеб по 300 грамм на каждого я не помню это в основном дети стояли все 6, 7, 8, 9 10 лет их посылали и не было случая чтобы у кого-то из них отняли эти карточки и этот хлеб вот такое благородство тогда такая честность определенная и сочувствие друг к другу оно в этом городе было всегда тогда и когда в 45 году был этот день 9 мая я помню его как наш участковый милиционер это женщина там уже мужчин не было в милиции все были на фронте и женщина палила из своего нагана вот это я запомнил ясно совершенно вот такое радостное настроение такое только еще однажды я видел Алма-Ату всю Алма-Ату в таком настроении ликующую танцующую поющую пляшущую плачущую 12 апреля 61 года когда Гагарин взлетел этот день тоже был такой же замечательный как 9 мая 45 года вот это я помню я видел это участвовал есть у нас определенные даты которые не забываются общественные даты в эти дни вот в такие дни люди становятся народом единой нации человечеством скажем так в дни общей радости общей победы общего торжества и я желаю я бы хотел чтобы почаще были наши истории вот такие объединяющие радостные дни вот я уверен что 9 мая в этот и в этом году несмотря на все эти трудности люди почувствуют вот то объединяющее чувство всех притворяющие все нации нашего города и нашей страны превращающие в один народ все народы человечества вот на этом я прошу вас поставить многоточие а не точку безусловно Алма-Ата это город особый совершенно ну для каждого его родина это особое место безусловно вот сейчас в своем кабинете я оттуда вышел как раз писал о первой конституции самой древней конституции на земле это древнегерманская конституция родина родина превыше всего не дали дороже всего получается по этой конституции в конституции обозначены главные ценности общества и государства король королева старейшина родина в некоторых государствах сохранилось вот это самоотношение что самое главное родина страна ель вот ель мы самам болсон мы говорим так безусловно уже справляемся да но вот справится ли экономика с этим потому что остановился вот тот самый рынок ради которого перестройка делалась вот малый средний бизнес сошел почти на нет я вижу рестораны магазины и всякие другие предприятия которые всегда были полны кипели вот своей деятельностью но при этом они разоряются просто-напросто кто выдержит посмотрим кто восстановится кто вернется к этому производству своему торговому тот самый рынок то есть определенные и большие минусы во всем этом есть кроме того что происходят определенные угрозы здоровью людей но я думаю вот сейчас приближается 9 мая тоже посидим в карантине но если ту войну страна выдержала народы вынесли будем надеяться что все пройдет благополучно и восстановится наш малый и средний бизнес опять восстановится может быть цена на нефть взлетит но я надеюсь что все-таки вот это падение обострит интерес к электромобилям которые сейчас набирают в Китае в Японии в Японии набирают вес и может быть вот их инициатива она распространится по всему миру и коснется нас в первую очередь потому что мы соседи и мы можем очень подхватить эту инициативу и нашему городу Алма-Ате крайне необходимо заменить электромобилями электроавтобусами заменить вот те чадящие совершенно произведения автомобильного искусства которые отравляют наш город вот так что и это карантин нам подсказывает эту мысль конечно то что поздравить просто сказать что вот этот подвиг со всеми его потерями и достижениями безусловно останется на века в истории каждого народа бывшего советского народа которым Казахстан безусловно относится и мы будем это праздновать и я обещаю что свои фронтовые 100 грамм подниму в этот день даже не будучи на этом параде который не состоится вот я конечно поздравляю всех я вспоминаю в этот в эти дни своих друзей Талгата Бегальдинова и Бауржан Мамошала и Кашкарбаева Рахимжана с которыми я дружил тогда и они мне рассказывали обо всем и я безусловно это записал и когда-нибудь может быть в своих мемуарах приведу все их рассказы о том как Кашкарбаев первым вместе со своим ординарцем Григорием Булатовым на колонну Рейстага прикрепил свой штурмовой флаг тогда каждому командиру он был старший лейтенант вручали штурмовые флаги чтобы они когда атакуют город взятые каждое взятое здание должно этим штурмовым флагом было помечено что это наше все атакуйте следующее без этих флагов вот и он свой штурмовой флаг который носил под гимнастеркой на теле вручил Пулатову Пулатову поставил на свои плечи он поднялся и чтобы повыше было на Рейстаге колонне прикрепил это было 30 апреля из-за этого ему и Пулатову дали красного знамени первые награды ну а потом уже ко всем колоннам прикрепили а второго мая даже это нашли грузина вот потому что Сталину надо было обязательно и Егорова дослуженного разведчика вот им вручили знамя Верховного Совета и они под камерой Кармена Романа Кармена пошли в этот самый Рейстаг уже давно взятый давно уже стрельбы не было вот и вот эти кадры во всех фильмах о победе в художестве игровых фильмах вот внушают вот эту легенду зрителям до сих пор что на самом Рейстаге знамя появилось уже после победы что правильно конечно но это надо честно было сказать вот и когда начали всех награждать звездами героев вот обошли Кашкарбаева и Пулатова Григория что очень сказалось на их настроении Григорий Пулатов просто бросился под поезд в итоге от обиды вот и такая печальная деталь в этом праздничном победном событии в истории приключилось и это надо говорить писатели должны и эти детали не забывать тогда полнее будет ощущение нашего того пройденного прошлого тяжелого радостного трагического и печального я все это рассказываю почему и для чего чтобы те люди которые чувствуют себя алматинцами не просто по прописке а по убеждению по воспитанию по сознанию своему и по здоровью своему они конечно уверены в том что наш город выстоит выдержит любые испытания в том числе и этот несчастный коронавирус обойдет ну запишет его как в свою историю строчку что есть было у нас и такое но мы это преодолели с улыбкой и с надеждой на все самое лучшее желаю здоровья и успехов моему любимому городу обаятельнейшему городу на земле Алмате ул кто приехал некong алл о надо а пом вот у их Продолжение следует...